День города. В студии Кристина Бочкарева. Здравствуйте! Главные темы дня. Белый, синий, красный. В Рязани прошли мероприятия ко дню флага. Тайна воды. В ручье быстрец обнаружили нефтепродукты. Сохранение исторической памяти. В Канищеве открыли сквер имени маршала Сергея Березова. Спонсор выпуска ООО «Рязань Медтехника». Стоматологические наконечники «Фотон» и «Зубр» от российского производителя в магазине «Медтехника» на Есенина 72.2. Высокоточное производство на швейцарском оборудовании. С использованием российско-австрийских материалов обеспечило европейское качество по российской цене. В наконечники завода «ФХ Тайфун» встроена блокировка обратного всасывания, что снижает риск перекрестного инфицирования до 80%. Наконечники «Фотон» и «Зубр» – оптимальный выбор для здоровья пациента. Магазин «Медтехника» на Есенина 72.2. Телефон 27 07 07. 27 07 07. Запчасти и гарантийный сервис в Рязани. День государственного флага Российской Федерации ежегодно отмечают 22 августа. Этот год стал юбилейным, 30-м. Сегодня губернатор Рязанской области Павел Малков вручил государственные и региональные награды. Триколор – символ нашей необъятной страны. Это история великих побед и достижений многонационального народа. Под этим знаменем наши воины защищают отечество и мирных граждан. Он вдохновляет на свершение, напоминает о родине и о доме. В нем частичка каждого из нас. Такой поздравительный пост в своем телеграм-канале опубликовал сегодня глава региона Павел Малков. Эту мысль он продолжил на торжественной церемонии, где вручил государственные и региональные награды. Праздник, который подчеркивает уважение государственного символа нашей страны, нашей стране в целом, уважение нашей истории, достижения к тем зимам, которые сейчас происходят. В том числе с нашим приколором. Наши бойцы идут сейчас вперед, успешно решая задачи в зоне специальной военной операции. Мы гордимся каждым из них и ждем их обратно тому из победы. При этом наши экономики продолжают перекляться. Достойно справляемся с трудностями. Много намерясь создания технологической независимости. Улучшается социальная структура, строятся новые детсады, школы, дома, культура, спорта, улицы, современные институты учреждения. И вот все эти достижения, это вклад каждого, кто ответственно с трудностями, кто достигает высот своей профессии, в борчестве, в спорте. Вот такие люди сегодня здесь, в этом зале. Уважаемые друзья, награды, которые мы вручаем, это благодарность за вашу большую помощь. В зале торжественных приемов промышленники и врачи, спортсмены и активисты. Работники всех сфер, которые, по словам губернатора, прославляют Рязанскую область. Им вручили медали и памятные знаки благодарности президента страны и губернатора Рязанской области. В честь бело-сине-красного триколора в Рязани провели праздничные мероприятия. В лесопарке прошли лекции, мастер-классы, а также мото- и велопробеги. Подробнее расскажем в нашем следующем материале. 22 августа 33 года назад известный всем триколор получил статус национального флага. А вскоре после этого, в 1994 году, появился и новый праздник. Как отметил герой России Андрей Красов, флаг России – это символ единения нашего многонационального народа и некий атрибут для наших общих побед и научных открытий. Символ нашей истории и культуры, которым мы безмерно так все вместе гордимся. С российским триколором наши спортсмены штурмовали новые олимпийские мировые рекорды. Мы с российским триколором покоряли космос. Мы одерживаем и одерживали победы на поле боя. Бойцы СВО вместе с гуманитарной помощью всегда ждут открыток от детей и просят отправить флаг Российской Федерации, чтобы в дальнейшем он гордорел над освобожденными населенными пунктами. От каждого из нас с вами зависит благополучие и развитие нашего страны и нашего региона. Давайте нести флаг нашей страны с достоинством и передавать нашим поколениям любовь к родине. В лесопарке в честь бело-сине-красного флага по традиции провели различные мероприятия. Среди них мастер-классы, лекции, вело, а также мотопробег с флагами России. Флаг России – символ независимой и сильной страны. Это символ великого прошлого нашего государства и его стремления в будущее. И сегодняшний праздник показал, что вне зависимости от возраста и социального статуса символ этот дорог каждому россиянину. Анастасия Андрефимов, телекомпания «Город». Маршал Сергей Березов – великий полководец и военачальник. Его именем названа улица в микрорайоне Конищева. Почти три года назад там открыли его бюст. А теперь благоустроили еще и сквер имени маршала. 21 августа – 120-е годовщина со дня рождения полководца Сергея Березова. Торжественное мероприятие в его честь начали с возложения цветов. А затем посадили сирень, сорта которой специально подбирали для этой зеленой зоны. Все они носят имена маршалов Победы. Среди них Малиновский, Конев, а также кустарники сортов День Победы и Синий Платочек. А также в сиреневую аллею высадили специально выведенные селекционерами Ольгой и Сергеем Маладинами. Его назвали «Маршал Бирюзов». Как отметила Мария Бабкова, посадить такие уникальные саженцы в столь знаменательный день – большая честь для рязанцев. Сирень такого фиолетового-сиреневого цвета, разноцветная, безумной красоты. И, безусловно, для нас это большая честь, что мы удостойны предоставления таких уникальных, поистине уникальных саженцев. В благоустроенном сквере появились новые тротуарные дорожки, новые зоны отдыха для детей и занятия спортом. Скамейки, освещение, центральная зона с надписью «Я люблю Конищева». Это уже полюбившееся место для жителей, для проведения праздников. На официальном открытии сквера Бирюзовой ведущая зачитала приветственный адрес от дочери маршала Ольги Бирюзовой. Она пишет, что радостно видеть, как на рязанской земле чтут память ее отца. А также Ольга поблагодарила за большую системную постоянную работу по сохранению исторической памяти. Время всегда диктовало отцу сложные задачи, порой казавшиеся невыполнимыми. Боевой путь отца отразил значимые вехи истории Великой Отечественной войны. Бои на Брянском фронте, Сталинградскую битву, освобождение Севастополя, Крыма, Донбасса, Яско-Кишиневскую и Белградской наступательной операции, военно-дипломатическую службу в Болгарии. В послевоенное время отец отвечал за огромное небо огромной страны. Сквер в этом году благоустроили в рамках проекта «Жилье и городская среда». Но всего этого не было бы без жителей Канищева. За благоустройство в этот раз боролись шесть парков и скверов Московского района. Татьяна Мыськова, жительница микрорайона, рассказывает, что еще недавно прогуляться в их районе было негде. И когда сквер начали благоустраивать, она лично контролировала ход работ в качестве народного добровольца. Были просто деревицы стояли, потом вот златко почернели. А сейчас вот сколько я смотрю из окон, столько детей здесь возится, столько, прям даже душа радуется, что детям есть где заниматься, где-то что-то для них сделано. Сергей Бирюзов, как и его сослуживцы, прошедшие Великую Отечественную войну – люди победы. Благодаря им мы живем. Помнить их имена и чтить память – наша святая обязанность. Анастасия Дмитриевимов, телекомпания «Город». И снова о многострадальном ручье Быстрец. Напомним, свой цвет он менял от белого до черного. Но выяснить причины таких метаморфоз до сих пор не удавалось. И вот, наконец, появились первые результаты исследований воды. В наш объектив ручей Быстрец попадал дважды за этот год. Первый раз – в конце мая. Тогда жители ближайших домов обратили внимание, что ручей вдруг стал красным. Выяснить, что это – библейское знамение или загрязнение ручья – прибыл природоохранный прокурор. Взяли пробы воды. Как 20 мая, так и 12 августа. Во второй раз жители рассказали, что ручей сменил цвет на черный и пахнуть от него стало ацетоном. В этот раз проверка уже была совместной. Природоохранная прокуратура, органы Росрыболовства, Министерство природных ресурсов Рязанской области. Результат отбора проб – превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ для водоемов рыбохозяйственного назначения по нефтепродуктам. Об этом сообщила Минприроды. Материалы направлены в Управление Росприроднадзора, в Природоохранную прокуратуру и Прокуратуру Октябрьского района Рязани. Напомним, Природоохранная прокуратура уже сообщала, что начала проверку по информации о сливе загрязняющих веществ в ручей. А сам быстрец Айки Хамелеон, помимо черного и красного, за этот год поменял свой цвет еще и на белый. И, как показывает практика, обычно у таких цветовых метаморфоз есть виновник. Предлагая соседям излишки урожая, кабачков, тыквы и огурцов, вспомните и о братьях наших меньших. Например, на городской станции ЮНАТОВ живут питомцы, для которых овощи от горожан стали прекрасным подарком. Анастасия Арн продолжит. В городской станции юных натуралистов живут разные животные. Среди них птицы, ящерицы, черепахи, а рядом с ними соседствуют грызуны, крысы, кролики, шиншиллы. Последним для еды нужен сухой корм, а также овощи и свежая трава. Этим летом урожай бахчи богатый у многих дачников. Вот и родилась идея дарить овощи саду юнатов, чтобы и животных накормить, и избавиться от излишков. Сотрудники с радостью согласились принять угощение для своих подопечных. Очень приятно удивили нас люди. Они с таким воодушевлением отозвались на наш призыв сдавать лишние кабачки. И приносят каждый день, привозят полными багажниками, полными сумками. Некоторые приносят по одному кабачку или по одной морковочке, но все равно они хотят поделиться с животными, хотят, чтобы им было хорошо. И это просто прекрасно. Такие отзывчивые добрые люди у нас, это чудесно. Часто люди выкидывают ненужные овощи, но только не на станции юнатов. Здесь заосознанное потребление. Хотя здесь есть собственное хозяйство и огород, излишки сдачных участков рязанцев все равно принимают с радостью. Для юного натуралиста Ильи Агапкина сегодня первый рабочий день. И ему уже понравилось ухаживать за животными. Многие люди выбрасывают корм из того, что, например, те же самые фермеры. Они, например, с гнил кабачок, но у них же есть какая-нибудь хорошая часть. Ее можно отрезать и скормить животным. Директор станции Елена Харитонова рассказывает, что здесь учат юных натуралистов бережному и заботливому отношению ко всему живому. И к растениям, и к зверькам. Вот самое главное животное – это про ответственность и про осознанное потребление. Потому что животные – это те, за кого мы отвечаем. И мы должны их обеспечить всем. И вниманием, и заботой, и кормами. И не надо выкидывать еду, которую не съедают. Если можно, из этой еды сделать что-то полезное. Анастасия Арт, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Давно прочитанные книги не обязательно выбрасывать или отправлять пылиться в шкаф. Разгрузить домашние полки и подарить ненужным томам вторую жизнь можно, присоединившись к буккроссинг-движению. О том, что это такое, смотрите в нашем следующем материале. Буккроссинг – это общественное движение, история которого началась в 2001 году. Один американец стал оставлять книги в кафе, а чтобы они не затеряли, сделал пометку для нашедшего – отметить их на специально созданном сайте. Суть буккроссинга в обмене книгами. При этом участники движения придумывают для этого разные локации в общественных местах. По своей сути, буккроссинг уникален тем, что до этого с книгами так никто не поступал. Сейчас это движение популярно по всему миру, в том числе и в России. В нашем регионе активисты тоже развивают буккроссинг. Причем популярность набирает более простая форма обмена книгами. Любимые истории оставляют в специальных пунктах приема. Один из таких есть в фотодоме на Почтовой. Прекрасно отношусь и лично к обмену книг, и с точки зрения организации, потому что книги – это такая нетленка, которую можно менять, дарить, покупать, и нужно это делать. Важнее всего, что это с культурной точки зрения важно, потому что очень много книг, которые там покупались очень давно, еще в советский период, иногда нам приносят книги дореволюционные. Выбросить – это очень страшный грех, а принести и оставить, чтобы эта книга нашла своего нового читателя, по-моему, это очень достойно. С экономической точки зрения буккроссинг очень выгоден. Ведь хорошая литература стоит недешево. Несмотря на развитие технологий и существование электронных библиотек, многие все-таки предпочитают тактильный контакт с произведением и выбирают бумажные книги. О том, как читают у нас в регионе, мы узнали у рязанцев. Скажите, какие книги любите читать? Бумажные, электронные? Бумага, бумага, вот это вот, перелистывание, обязательно, и что-нибудь подчеркнуть там. Вот из-за этого тоже иногда не хочется отдавать, потому что ты там какие-то мысли себе вычеркиваешь, подчеркиваешь, а потом кому-то отдаешь и думаешь... Главное – отдавать тому, кто тебя не знает. Хороший вариант. Вы знаете, очень классные инициативы, особенно, когда книг много, а толку от них дома нет. Мне нравятся детективы. Агата Кристи, наверное, моя самая любимая писательница. Кроме того, буккроссинг – это экологично. Каждый желающий может оставить в специальном пункте свою книгу и бесплатно взять любую другую. Так истории, которые кому-то уже не нужны, попадут не в макулатуру или на свалку, а к тому, кто их с удовольствием прочитает. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». На этом у меня все. Еще больше новостей на сайте город62.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова